Обернись 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 Эти слова с недавнего времени я слышу ежедневно. Ничего страшного, казалось бы. Однако звучат они из пустоты. И произносят их явно неживой человек. Все началось с очередной поездки в лес. Для отдыха. Вы знаете ли, часто со старыми друзьями выбираемся. А если уж без жен и детей едем. Вообще сказка. Благо рядом целый, почти таежный лес. Деревья высотой с пятиэтажный дом. Кустарник густой. Но вместе с тем много сторожек. Открытых для любого путника. Главное правило обмена соблюдать. Принеси что-то в дом и возьми сам. В общем, на километров семь в лес углубились. Естественно, метки оставили. Ну, как обычно. Видим домик небольшой такой. С виду ухоженный. Значит и люди бывают. Замечательно. Дома смотрели. Разместились. Пока вещи раскладывали, я обратил внимание на небольшой блокнот. Как-то слишком естественно лежащий на столике. Заглянул внутрь. Честно говоря, был удивлен. Не оборачивайся. Не оборачивайся. Не оборачивайся. И так весь. Абсолютно весь дневник. Причем под конец слова в строчках писали, как пьяные. Решил я тогда, что безделушка какая. Ну, сувенир. Или еще что-то. Как назло, в доме было все. Кроме доброй охатки дров. Для розжига огня. Но что поделать. Вызвались мы с Вадимом. Пока делами занимались. Не заметили, как темнеть начало. А темнеет тут, кстати, очень рано. Набрали полные мешки толстых палок а-ля дров. И двинули обратно. Не знаю точно, но до домика километр максимум оставался. Когда мы отчетливо услышали шорох за нашими спинами. Лес вроде, да. Много. Полные шорохов и звуков. Но тут другое, что ли. Сань, ты слышишь? Слышу. Как думаешь, что это? Не знаю. На зверей не похоже. Будто человек, а? Слышишь, как края одежда по земле? Слышу я. Слышу. Вадик начал было оборачиваться. И тут я, не особо осознавая, что делаю, крикнул. Не оборачивайся. Вадим удивленно посмотрел на меня. Не смей. И тут мы услышали. Третий голос. Медленный. Тянущий. Обернись. От него мурашки бежали по всему телу. Вадик удивленно посмотрел на меня. И как-то злобно, что ли. Уж кем-кема трусом он не был. Знаете, что делают герои плохих фильмов ужасов? Абсолютно противоречащие здравому смыслу вещи. Что сделал и Вадим. Обернулся. В тот момент я шел параллельно ему и мог видеть, что с ним происходит. Как я и говорил, он обернулся. В момент выражение его лица изменилось. Я не видел глаз, но был уверен. Они широко раскрыты от страха. Он слегка мокнул головой. Мол, не смей. И... Его буквально плавала темнота. Послышался едва слышимый крик. А затем повисла тишина. Ровно на минуту. Затем я услышал тот самый голос. Обернулся. Клянусь. У меня от страха пелена перед глазами стояла. Сам не помню как, но я добрался до того дома. Боясь даже в сторону скосить глаза. Не помню, что я наплел друзьям. Но видать, все было написано на моем лице. Ребята под руки со мной дошли до машин. Якобы я всю дорогу утвердил одно. Не оборачивайтесь. Не оборачивайтесь. Не оборачивайтесь. Вадима так, кстати, не нашли. А я... Я до сих пор слышу тот голос. Не знаю, как долго я это выиграю. Обернись. 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 Обернись 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 Обернись